Мы возвращаемся в студию. Корреспонденты Перехвата готовы представить вам хронику происшествий. Ночная поездка в спортбар стала роковой для молодого человека. Парень вместе с друзьями приехал к ночному заведению на такси и, переходя дорогу, тут же попал под колеса Опеля. К приезду скорой помощи пострадавший уже не подавал признаков жизни. Затем, что происходило на месте происшествия дальше, наблюдал Равиль Сайганов. Когда на место подъехали друзья погибшего, их общение с водителем едва не переросло в потасовку. Но полицейские в любой момент были готовы вмешаться в конфликт. К счастью, родственники смогли себя контролировать. Видимо, поняли, что самосуд не вернет к жизни их близкого человека. Я так понимаю, здесь уголовная ответственность. Не хотел бы, честно говоря. Я не знаю, как это сказать. Мне жаль, мне очень жаль. Реально едет. Водитель Опеля уже много раз пожалел, что в эту ночь вообще сел за руль автомобиля. Ведь и надобностей в ночной поездке особой не было. От дома он отъехал всего на несколько кварталов, как на пути оказался пешеход. Скорость большая, что здесь? 60 километров. Как здесь гонять? То, что пешеход появился прямо перед капотом Опеля, подтверждают и очевидцы. Водитель нажал на тормоза уже после удара. В итоге иномарка остановилась лишь через несколько десятков метров. Мы подъехали, он вышел из машины, хотел перейти дорогу. Примерно через полторы минуты мы услышали удар, но не ожидали, что это его сбили, правда. Вот, пошел проверить спортбар. Он в спортбар собирался идти. Зайти, вот, спортбар закрыт. Он решил подойти, посмотреть, что случилось, и увидел погибшего. После удара очевидцы с проезжей части оттащили в стороны пешехода и вызвали медиков. Но парень скончался через несколько минут. Меня закроют, да, пап? Да что толку, пап, подъезжать? Тут же смысла нет. Наказание, которое теперь грозит молодому водителю за смерть пешехода, в ближайшее время будет определять суд. Сразу три семьи остались без крыши над головой в результате крупного пожара, который произошел сегодня ночью на улице Коммунаров. Там один за другим вспыхнули несколько деревянных домов. Жильцы проснули в самый последний момент, они брусились к двери, но в сенях уже вовсю полыхало пламя. Вот вылезал, через окошко пришлось вылезать, он разрезал руку. Чтобы не сгореть заживо, почти всем жильцам пришлось вылезать из объятых пламенем домов через окна. В панике люди смогли прихватить с собой лишь что первое попало с под руки. У кого-то в руках оказались вещи, кому-то посчастливилось вытащить документы. Пока пожарные сбивали пламя, один из хозяев полез обратно в горящие строения. У молодого человека в доме догорали почти все документы. Он вспомнил, что в прихожей лежали джинсы, в карманах которых остались кое-какие деньги. Недолго думая, парень решил рискнуть. К счастью, пожарные вовремя вытащили человека из задымленных комнат. Мы не сказали, мы только выключили телевизор, только выключили. Буквально, вот, выключили. И смотрите, все, ну, полыхает, короче. Какой-то резко стоит. И все, что я в окошко смотрю, сейчас сюда. Горит. Мне говорят, что смысла нет туда выходить. Буквально в окошко, вот и все. Возгорание началось с соседского дома на две семьи. Из-за чего возник пожар, люди не знают. Ни один из домов не был газифицирован, топили дровами. Не исключено, что пламя началось из-за перекала печи. Подъехавшие пожарные, чтобы избежать возможных взрывов, в первую очередь стали вытаскивать из огня газовые баллоны. Одни из жильцов всего несколько месяцев назад взяли в банки большую сумму денег в кредит и только завершили капитальный ремонт в своем доме. Там они вложили реально деньги, короче. Реальные деньги. Вот, пожалуйста. Все сгорело. Новая проводка, пластиковые окна, все полы новые, все новые сделали. Компьютеры, там телевизор, ну все, сами знаете, что. Ни один из домов застрахован не был. Два человека пострадали в результате серьезной аварии, которая произошла на улице Вересаева. Там Лада Калинов, которой кроме водителя находились трое пассажиров, на полном ходу врезалась в бетонный столб. Опора, не выдержав такого удара, рухнула прямо на проезжую часть и перегородила половину дороги. Одним из очевидцев аварии стала Юлия Морозова, которая работает в придорожном магазинчике продавцом. В отсутствии покупателей она разговаривала с подругой по телефону, стоя у окна, которая как раз выходит на улицу Вересаева. Ехала машина, быстро, и удар врезалась. Вот все, все, что я видела. Думаю, еще столб на наш рынок упадет, но он не достал. Из-за провода испугались. Лада налетела на столб правым боком. Удар был такой силы, что кузов автомобиля получил очень сильные повреждения. Как говорят очевидцы, в машине находилось четверо парней. После аварии все они смогли самостоятельно выбраться из салона автомобиля. Как показалось людям на первый взгляд, они даже не пострадали. Мы вызвали скорую, всех вызвали. Они сначала вышли, все нормально, мы даже подумали, ну все нормально, никто, все живые. А потом уже глядим, через минут пять, наверное, у одного кровь пошла, другой что-то за шею так держался. Ну потом скорая приехала, вот одному лангетку надела, вот все, что видели. С места аварии в больницу увезли водителя и пассажира Лады, который сидел на переднем сидении. Еще двое молодых людей от госпитализации отказались. Упавший на дорогу столб удалось быстро убрать с проезжей части, и движение транспорта было полностью восстановлено. Что стало причиной аварии, выясняется, но даже не специалисту. Понятно, что скорость, с которой двигался автомобиль, сыграла не последнюю роль в случившемся. Ну ехали, наверное, очень быстро. Растоп снесли, а вообще дорога пустая была. Ну тут гололед вот так и занесло. Жаркие споры между водителями вызвала авария, которая произошла на перекрестке улиц Скайбицкая и Глушко. Там практически лоб в лоб столкнулись Лада 10 модели и Хёнде Санта-Фе. Чтобы разрешить спорную ситуацию, на место выехали инспекторы ГАИ, а чтобы оказать помощь пострадавшему, бригада медиков. Врачи со своей задачей справились быстро, а вот инспекторам ДПС пришлось довольно долго вникать в ситуацию, чтобы понять, кто виноват случившимся. На первый взгляд, вина водителя корейского паркетника была очевидна. Мужчина при повороте налево должен был уступить дорогу встречному транспорту, но сам владелец иномарки говорит, чтобы с выводами не спешили. Он стоял на перекрестке, чтобы совершить маневр налево. Тот ехал прямо, то есть скорость его большая была, где-то километр 70-80 была скорость у него. И он когда стоял, он у него встоячил, врезался. Люди с иномарки утверждают, что владелец Лады мог спокойно проехать мимо. Для него якобы было достаточно места. Но из-за высокой скорости парень не справился с управлением. В свою очередь, у хозяина десятки своя точка зрения. Из-за скорости большой не было. Он мне должен был уступить дорогу, но он ее не уступил. Он начал поворачиваться. Я думал, что он меня пропустит. Но он, видать, замешан. Сначала он дернулся, потом вроде затормозил, потом опять. Я считаю, пытался уйти, и не получилось. Срочная помощь понадобилась пассажиру Лады. И молодой человек совсем недавно перенес сложную операцию. После столкновения ему стало хуже. У него была больная спина, но, видать, еще сильнее разболелась. Вероятно, виновным в аварии признает водителя полноприводной иномарки. Но независимо от решения, восстанавливаясь паркетник, будет страховая компания по полюсу Казка. Буран попал в аварию в Кировском районе Казани. Снегоход и внедорожник столкнулись на Горьковском шоссе в районе озера Лебяжье. Буран выехал на дорогу из леса со стороны базы отдыха. Мужчина, управлявший им, намеревался пересечь дорогу. Когда он выехал на проезжую часть, его буквально снес BMW X3. Который ехал по трассе в сторону Казани. После столкновения внедорожника и снегоход выкатились на полосу встречного движения. Мужчина, управлявший Бураном, получил различные травмы средней тяжести и был госпитализирован. Водитель BMW не пострадал. Его уберегли сработавшие подушки безопасности. Авария с участием сразу трех автомобилей произошла в центре Казани на улице Профсоюзной. Автомобиль Бит двигался в сторону площади Тысячелетия в правом ряду. Водитель китайского седана решил заехать на многоуровневую парковку и, не меняя рядности, начал маневр. В это время по левой полосе ехал автомобиль Мерседес и Бит выехал. Ему буквально наперерез. Уходя от удара, водитель немецкой на марке резко вывернул руль, но избежать столкновения не смог и врезался в бок китайского автомобиля. В результате последний развернул и отбросил на стоявший у края дороги автомобиль Волга. А Мерседес врезался в стену здания парковки. Как говорят автоинспекторы, виноводители китайской на марке в данном случае очевидна. 400 граммов героина изъяли сотрудники наркоконтроля у одного из пассажиров авиарейса Душанбе-Казань. 23-летний мужчина пытался провести контрабанду внутри самого себя. Он проглотил несколько десятков герметичных контейнеров с наркотиком, но при прохождении таможенного контроля был задержан. Его доставили в больницу, где все контейнеры были выведены из его организма. Такой способ контрабанды наркотиков уже давно известен оперативникам, причем он является одним из самых опасных для самого курьера. Так, в прошлом году на борту самолета, летевшего из Душанбе в Москву, скончался один из пассажиров. Позднее выяснилось, что мужчина тоже пытался провести в Россию героин, но контейнеры оказались негерметичны. С собой что там везешь? Вот это твое? Да. Это что, героин? Да. Это опасно, да? Да. Знаешь, что опасно? Да. Тебе деньги обещали? Да. В республиканской клинической больнице при помощи специального оборудования медики обнаружили в желудочно-кишечном тракте глотателя 71 инородный предмет. Это герметичные капсулы с героином. Процедура по их выведению из организма проводилась при медицинском наблюдении, так как разрыв хотя бы одной из них мог вызвать летальный исход. Каждый день мы рассказываем вам об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин